В ваших программах на НТВ вы даёте оценку таких явлений, иногда порой даже мистических. Не имею права много говорить, но сценарий не мой, сценария не было. Знаете, я когда приехал в Москву и делал эти программы, я почти два месяца просидел в этом автобусе, так, и очень много рассказал, а потом они были в затруднении, как, как это всё сделать, вот, как это всё уложить, какие-то рамки, почему им захотелось про эти привидения, про это всё, про этих маньяков. Это было мистических явлений вообще. Да, но я не объясню, закадровый голос объяснял, но не я, это совсем не совпадает. Всё, что говорил закадровый голос, абсолютно не соответствует тому, что думаю я, хотя закадровый голос постоянно говорит, Кашпировский считает, думает, как так может говорить? Он не знает, что я считаю и думаю. Только там, где я в кадр, это моя информация, вот. Всё остальное является тем, что я никогда не знал, не видел. И я совершенно не хотел по-другому, может быть, то и другое. Мне, они думают, что показ вот этих всяких мистических явлений вызвает интерес. Я говорю, нет, интерес вызвает моя работа. А это уже всякие эти штуки-то показывали, они требуют более глубокое объяснение. Но, к сожалению, на это не пошли, вот. И этих людей, которые там на экране, в любви, перед которыми я сидел, я никогда в жизни не видел. Ну, это просто. Я никогда... Сложно. Ну, почему сложно? Вы же видите, как там все, что-то так, что-то так. Я сидел перед пустым экраном. Ну, понимаете? Я понимаю, потому что нельзя было поиначе, они не могли бы сделать. Вот. Если бы не только меня одного показывали, и все, то к ним могли бы придраться. Потому что, знаете, у нас так, все, что хорошо, то считается плохо. А все, что плохо, то считается хорошо. Спасибо прессе. Спасибо ее высокому интеллекту, в кавычках, что они такую чушь умножают, умножают, тиражируют. И большинство людей верят, что есть экстрасенсы, что есть биоэнергия лечебная. А этого нету. Это обман. Анатолий Михайлович, в июне 95-го года в Буденновске вы провели 9 часов в больнице, захваченной боевиками Басаева. И в многом благодаря вам переговоры удалось завершить мирным путем. Расскажите, пожалуйста, вы когда беседовали с Басаевым, вы применяли какие-то формы психологического воздействия? Чтобы какой-то там гипноз был, какое-то внушение, ничего не было. Я пришел туда по велению души. Знаете, как получилось? Я увидел сначала портрет Дудаева, когда ехал в такси на работу, я тогда работал в Госдуме. И мне его лицо показалось очень умным, умные глаза. Я думаю, с ним можно договориться, как с человеком по полу. Я думаю, что он захватил. И меня дома командировало. Я летел туда. Но меня все боевики знали очень хорошо. Мне не нужно было представляться. И с Басаевым очень хорошо говорили. Вдобавок, и там остался. Остался. Потому что понял, что другого выхода не будет. Если я уйду, то будет атака снова-снова, и все погибнут. Поэтому я остался. А так как я депутат Госдумы, ну и, собственно, имя, то на это никто не решился атаковать. И я ввел постоянно переговоры со Степашиным на эту тему. И в конце концов было достигнуто следующее, что Басаев сам предложил мне, что я отдаю заложнику. Впрочем, об этом можно прочитать в моем сайте. Кашпировский.ком. Называется «Теразь Буденовская». Да, потому что немногие об этом знают. Но там фильм есть. Там же есть фильм. Понимаете? Там есть фильм. Там есть и мое описание. Вы читали этот рассказ, да? Там все в деталях описано, как, что и почему получилось. И это, я хочу сказать, одна единственная акция, когда заложники были спасены. Во всех остальных случаях до и после все заложники погибли. Только в Буденовске они были спасены. Благодаря тому, что удалось договориться с Басаевым. Вы знаете, мы с ним как разговаривали? Никто не действовал. Просто я был откровенен, с чистой душой. Беседовали совершенно на разные темы. Я его не уговаривал, не упрашивал. Но с самого начала, как только я пришел в больницу туда, то я проверил его на прочность и на прочность отношения ко мне. Я его спросил, могут ли бы что-то попросить? Он говорит, да. Пять заложников, пять беременных дашь? Да. Дал пять беременных, потом 30 дал, конца. Ну, после этого, как я там был, ни одного выстрела уже не было. Ни единого. Эти люди были спасены. Да, это, конечно, был беспрецедентный случай. Да, такой случай был очень, очень повезло. Потом, потом уже так я хотел и при Норд-Осте, он же, знаете, самое главное, вот, он дал слово, что он мой должник. Понимаете? Я хотел этим воспользоваться. Он должник мой был. И когда был Норд-Ост, то я хотел отсюда полететь, и я бы сто процентов освободил бы этих людей. Потому что я бы ему напомнил, что мой должник. Ну, я знал, как это. Узнал, у меня был план, как сделать, чтобы освободить людей, которые находили... Они были услышаны, да? Не донесли, видно. Знаете, как формальности, попробую. Я из Бердичева дал телеграммы на имя президента, но я больше чем уверен, что они до него не попали. Не дошли. Знаете, как чиновники-бюрократы. Вот, иначе они были спасены. Я просил самолет, чтобы меня из Швитомира доставили в Москву и договорились с теми боевиками, чтобы туда можно было пройти. Туда ходили, толку с этого. Певцы ходили. Ну, и что, чтобы это певец? Они там ничего не могли сделать. А в данном случае сто процентов было. Он дал мне слово. А на Кавказе, знаете, я его спросил, его точно, он говорит, у нас на Кавказе слова мне не бросается. К любому новатору, человеку неординарному, вам приходится сталкиваться с массой негатива. Много завистников, много людей, которые просто пытаются вам вставить палки в колеса вашей деятельности. Как вы с этим справляетесь? Мы слышим крики одобрения не в сладком рокоте хвалы, но в диких криках оздобления. Давно такие строки существуют, понимаете? Неприятно. Мне обидно за моего современника. Мой современник, мою тематику, как-то так не понял, не созрел. Понимаете? Не созрел. Ну, признание такое глубокое, настоящее, этого всего направления, оно потом. Как обычно всегда бывает. Это очень сложная отрасль человека, понимаете? Сложное направление. И несмотря на такую огромную массу откликов, вы смотрели мой сайт, сколько сообщений, до каких. Это не то, что там бессонница прошла, страх, навязчивое состояние, органика, телесные изменения. И не видят. Особенно психотерапевты не видят. Они не имели такой дороги, как у меня. Посмотрите на то, как они занимаются. Откройте психотерапевтическая лига России. И почитайте, какие у них достижения. Занимаются страхом, бессонницей, вредными привычками, навязчивыми состояниями. Баста. Больше ничего. Ни одного случая. Слово «грыжа» вы не найдете в этой легии. Ну, ничего не найдете. Такого, что касалось бы физического естества. А человек умирает из-за физического естества. В прошлом году вы отметили свое 70-летие. И вы в великолепной физической форме. Как вам это удается? Вы делаете какие-то специальные упражнения, сидите на какой-то диете. Расскажите, пожалуйста. Упало с неба. Никакой диеты нет. Ну, где-то есть какие-то такие правила у меня. Когда-то публикую. И упражнения где-то есть. Но это не отражается. Сколько вы занимаетесь? Вы же маскет-спорт потяжелой. Ну, это спорт, это очень емко. Физкультура. Такое близко к спорту. И в последние годы где-то я посещал постоянно спортзалы. Когда особенно по Украине ездил, по России. Все там писали журналисту, что я уехал в Америку. Это ложь. Я никогда в Америку не уезжал. Вот он вернулся. Посмотрите на сайте фотографии моих выступлений. Там видно, где в каких городах был, где в каких местах. Украина, Россия в основном. Ну, тогда я посещал спортзалы. Вечером или днем посещал спортзалы. И часть моих занятий показана на сайте. Вот. Там веса еще какие. Но это не является причиной, скажем, такого нормального внешнего вида. Я думаю, что больше здесь играет роль, что я не курю. Курение очень стареет людей. Курение – алкоголь. А все остальное, наверное, от папы, от мамы, от дедушки, от бабушки. Вот. У нас, ну, по линии моих родственников долгожителей много. Вот. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, что я не уязвляюсь. Понимаете? Какие только кривитнически ложные нападки есть в прессе. Ну, что же было смотреть на них? Вот. Реагировать. Нет, нет. Это близко к сердцу. Никогда. Я в скафандре. Мне кажется, что я родился в скафандре. Вот. Опрочем, когда-то Григорий Сковорода сказал, мир ловил меня, но не поймал. И вот этот мир этих букашек меня поймать не может. Я на них смотрю с высока и с презрением. Понимаете? Вот. Ну. Ну, что делать? И всех их не переделаешь. Отвечать на каждую газетную статью, судиться. Я просто потеряю темп. Какой образ жизни нужно вести? Или как сделать так, чтобы, вот как вы говорите, отметать все ненужное и... Это очень сложно советовать. Это нереально. Нереально советовать. Понимаете? Просто так сказать какие-то пустые слова можно, но это не будет соответствовать действительности. К сожалению, мир сейчас так устроен, что люди страдают. Большинство людей страдают. Большинство людей страдают. И это миграция, как бы ты ни говорил, ты оторвана от Родины. И страдания неминуемы, если ты не устроился. Ну, что можно сказать такому человеку? Вы знаете, я недавно давал интервью москвенному журналисту Андрею Караулову. И он мне задал вопрос примерно на такую же тему. Почему футболисты проиграли? У них не было стимула. Не было душевного стимула. Когда-то в немецком концлагере футболисты играли, с немцами выиграли. У них был стимул. Им нужно было доказать, что вот мы сильны. Им ответил таким афоризмом. Наша Родина приговорила нас на то, чтобы ее не иметь. Вот и все. Куда деться? Где хорошо? Скажите, где на географической карте сказать, что вот здесь хорошо, безопасно? Ну, нет. Вы знаете, что-то непопулярно в России, благотворительность непопулярна. А я, как только начал выступать и заниматься благотворительностью, в моем сайте есть, вот. Я давил и квартиры, и машины, и так содержал где-то 150 семей афганцев. Содержал их. Мне было стыдно, что я как-то более богат, чем остальные. А сейчас сегодняшние олигархи, они хоть кому-то копейку дали. Он придет в магазин, у него 5 копеек обойдет на пол, он будет пролавок, перекинет, будет их искать. Как вы ведете статистику исцеленных людей? У вас есть обратная связь? Вам пишут на сайт или как это происходит? Сайт у меня молоденький, ему всего лишь год в апреле исполнился. А так, во время публичных выступлений, во время публичных выступлений, я обычно беру, приглашаю 5 человек, у кого что-то прошло. Ну и мы записываем их. Мои помощники. Сами понимаете, в каждом городе другие помощники. Потому что я бываю в разных странах. Но несмотря на то, что это одно из самых слабых мест, плюс еще в те годы не было такой аппаратуры, как сейчас. Вот у меня столько, где-то около 2000 видеокассет небольших, так, с этими всякими рассказами. Но когда мне не хватит жизни это все опубликовать? Потому что одно дело просто статистикой, а там есть фотографии, видео есть к этому. Но пока мы делаем фотографии и видео. И так подойдем до 2010 года. Ну, тысяча людей. Попробуй собери тысячи людей с фотографиями, с их рассказами, что и как. А самое главное, что административная панель, она таит в себе у моего сайта их подробные данные. Адреса, телефоны, e-mail. Так что в любом случае всегда можно проверить. Я бы просил всех, кто имел результаты после моих выступлений по телевидению, или во время каких-то наших встреч, чтобы писали на сайт. Я буду очень благодарен за это. Вместе с фотографиями желательно. Анатолий Михайлович, спасибо большое за участие в нашей программе. Успехов вам и здоровья. Ничего. Я благодарен за это интервью, что вы расспросили, благодаря вам. Определенное количество людей получит более ясное представление не о моей работе, а о том, что может быть во благо человека совершено. Анатолий Михайлович,